Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня есть тенденция, которую я заметил. В отношениях я питаюсь вниманием и заботой. Когда это прекращается, то чувствую отвергнутый, сбренный, словно меня предали. Хотя, знаю, что мне изначально это давалось как приятное привилегие, а не обязанность. И стал сомневаться, правильно ли это. Ведь уже отобсюду любой психологический контент проповедует, что нельзя напоследок раскидывать свои незакрытые потребности, т.е. чревато притянуть абьюзеров и т.п. Правильно ли я понимаю, что в отношения нужно идти только из интереса, всегда быть готовы попрощаться. Т.е. при том, как вступать в отношения, нужно стать абсолютно независимым внутренним. Ну, пожалуй, здравое зерно, конечно, есть в ваших словах. Но я думаю, что в данном случае вы как-то уж, на мой взгляд, как будто бы прям-таки уж слишком этот аспект, как будто бы идеализируете, что ли. То есть, ну, человек, нормально для человека чего-то хотеть в отношениях. Просто момент здесь заключается в том, чтобы это не было единственным. То есть потребность это нормально, сами по себе потребность это нормально. Вот, но важно, чтобы это было не единственным для вас способом реализации их. Потому что если вдруг человек вам откажет, если вдруг человек, ну, у человека банально что-то изменится, да, банально, что-то поменяется, такое вот, как вы сами, ну, как вы сами понимаете, такое может быть. Вот. Так вот, если у человека что-то изменится, если у человека что-то поменяется, ну, вот, чтобы вы были как-то, ну, к этому готовы. Вот. Чтобы вы не, ну, не реагировали вот так, например, болезненно, болезненно, да, как вы реагируете. Вот. Конечно, конечно, само собой, что свои проблемы, ну, 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 нужно решать. Это само собой. Но, так, с другой стороны, не всегда есть такая возможность у человека, не всегда есть такая возможность у человека решить, решить свои проблемы. В этом смысле. Сразу. Да? Вот. Поэтому важно не то, чтобы вы совсем без потребностей шли в отношения. Важно не то, чтобы вы совсем ничего не хотели. Вы можете хотеть, это нормально, и вы можете просить, это тоже нормально. Важно, скорее, чтобы это не было единственным, единственной возможностью для вас. Это первое. чтобы были другие способы для нас достичь того, что вам нужно, ну, того, что вам нужно, того, что вам нужно, например. Вот. Чтобы у вас была альтернатива, желательно, ну, желательно, чтобы у вас была альтернатива. Вот. И чтобы вы, ну, вот, в какой-то степени решали свои проблемы. Вот. Чтобы вы решали свои сложности, чтобы, ну, не только, например, молодой человек, да, как-то, как-то вот ваш за них отвечал. Вот. На мой взгляд, это, ну, более чем адекватно и более чем справедливо. то есть у вас здесь присутствует опасность именно того, что вы уходите в такую противоположность, то есть вы ну, можете начать стремиться к полной независимости, а полной независимости достичь невозможно. Вот. К этому можно и нужно, пожалуй, что стремиться, вот, стремиться к этому действительно желательно. Но это скорее недостижимая история. Вот. Поэтому я думаю, что ваша проблема не только в том, что вы, там, как вы говорите, подпитываетесь вниманием, а ваша проблема скорее в том, что вы, возможно, выстраиваете такие отношения, в которых вот рано или поздно человеку, ну, надоедает или становится тяжело давать вам то, что вы хотите. То есть, я бы в этом смысле как-то бы подкорректировал еще выстраивание отношений. Вот. То есть, например, кого вы, ну, кого вы выбираете себе в отношениях, да, то есть, что это за люди, с которыми вы вступаете в отношениях, что они из себя представляют, эти люди, с которыми вы вступаете в отношениях, и так далее. То есть, вот это, вот это, на мой взгляд, очень важный момент. Вот. И, соответственно, уже, исходя из этого, как-то вот корректировать, да, свою модель победения. Ну, и психотерапией, конечно, тоже желательно заниматься, да, то есть, тоже, чтобы вы как-то вот больше на себя опирались, например. А если вы, вот, нуждаетесь во внимании, да, то есть, в этом смысле, ну, другие способы для того, чтобы это реализовать, это реализовать, вот. И вы просто сейчас как-то вот их, ну, эти способы, да, вы их сейчас, просто, вероятно, не видите. вот, но это не является, на мой взгляд, проблемой, потому что, ну, вас можно научить, вас можно обучить, вот, вас можно обучить этому, вот. можно вам показать, какие есть способы, можно посмотреть, вот, ну, какие способы, там, ну, подойдут для вас лучше, вот, чтобы вы, опять же, не мучились, да, и чтобы это было все максимально для вас, ну, естественно, чтобы вы не чувствовали, вот, себя как-то плохо, и так далее. то есть, это вот, это реально то, что, ну, то, что можно сделать. Другой вопрос, другой вопрос, другой вопрос, заключается в том, вот, хотите ли вы этого, да? То есть, вопрос заключается в том, а нужно ли вам это, и готовы ли этим заниматься, потому что, например, у меня, допустим, у меня, ну, вот, сложилось такое впечатление, что вы как-то в целом, ну, не знаю, больше как-то от обиды, как будто бы это говорить, что вот, от обиды это пишите, пишите, вот, ну, может быть, меня, может быть, я ошибаюсь, вот, то есть, может быть, вы на самом деле как-то вот, ну, понимаете, все, вот, просто смущает немного то, что вы говорите про психологический контент, вот, это смущает, а, то есть, как будто бы это не ваши мысли, а вот, вы просто, да вот, как-то чувствуете, что, ну, что неправильно что-то делается, да, и идете в эту сторону, да, именно этого отталкивает, ну, на мой взгляд, это, на мой взгляд, это не лучшая идея, абсолютно, вот, и, если, ну, вы можете просто не получить, опять же, того, что хотите, например, вот, поэтому я бы вам рекомендовал сначала разобраться в себе, увидеть, более подробно может быть ваше потребность во внимании, как вы говорите, вот, посмотреть, как можно эту потребность реализовать, и еще, ну, помимо, помимо того, как вы это делаете, как вы это делаете сейчас, и дальше уже смотреть, больше уже смотреть на то, что вы могли бы сделать для, допустим, себя, и хотите ли вы вообще что-то делать, потому что, опять же, опять же, кто знает, да, может быть, вы не хотите, вот, а тут, если желания нет, если желания нет, то, лучше даже не пытаться, только хуже сделать. вот, как-то, как-то, как-то так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно, хочется пожелать вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь, обращайтесь за помощью, вам она пригодится, и буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу.